Поехали! Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Тема сегодняшней беседы «Автостоп победит зло». У нас в гостях автостопщик, за плечами которого 84 страны мира. Он также и журналист Виктор Аспидов. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители. Очень рад быть уже здесь у вас и узнать много интересного о вас. И с удовольствием расскажу о том, чем я занимаюсь. Виктор, расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло путешествовать столь необычным образом? Возможно, один предмет, который в пятой точке находится, и этот предмет не давал мне покоя. Но я начал путешествовать не так уж рано. Многие автостопщики начинают путешествовать, хотя я не вел статистику и не знаю ее, но начинают путешествовать, по моим данным, все-таки в более раннем возрасте. Я начал путешествовать 22 года, когда у меня хоть какие-то появились деньги, потому что я выходец из небогатой семьи, совсем небогатой. И у меня не было возможности, и я не хотел никогда родителей просить на тему денег путешествий, и узнал, оказывается, можно путешествовать автостопом от одной подруги. И удивился, что такие путешествия возможны по всему миру. И тогда было решение поехать автостопом не просто куда-нибудь недалеко по России, а поехать аж во Францию из миссии, великой миссии волонтерской, волонтерский лагерь. И этот лагерь был очень интересен тем, что там были люди из разных стран, и ты там работаешь за ночлег и еду. Я работал за ночлег и еду, еще платил 150 долларов за участие в лагере. Казалось бы, это безумие, ехать куда-то в другую страну, работать и еще платить за эту работу. Мне друзья говорили, ты что, дурак, что ли, зачем ты это делаешь? Но самые близкие друзья не могут же назвать вещи своими именами, да? Самые близкие друзья, они самые искренние, как правило. И я говорю, мне интересно, мне не хватает духовной пищи, мне не хватало впечатлений, эмоций. Мой любимый предмет был в школе география. Я мечтал путешествовать, но я не знал, я не мог представить, что можно путешествовать так интересно. Я не мог представить вообще, как можно путешествовать. И получается, что автостоп, волонтерские лагеря, это было начало. И география, географические знания, знания карты, все это, конечно, очень хорошо реализуется и применяется в автостопе, когда ты должен пользоваться картами. Я путешествовать начал давно, достаточно, в 2003 году. И получается, что тогда не было смартфонов, и телефоны не у всех все были сотовые. И было гораздо более, скажем так, драматично путешествовать. Интернет не был столь доступен, и можно было по картам ориентироваться. Ну, почти как Колумб того времени. И, естественно, можно наблюдать эволюцию путешественников, путешествий. Даже недавно была у моих знакомых лекция о том, как изменились путешествия и образ путешественника за последние буквально 13-15 лет примерно. С тех пор, когда начали они путешествовать сами. И, конечно же, спасибо большое интернету, спасибо большое технологиям и соцсетям, которые упростили гораздо путешествия. И сейчас можно легко находить и место ночлега, и находить людей, с которыми ты можешь встретиться, пообщаться, и много других всяких приложений, сервисов, о которых я с удовольствием люблю говорить, писать в своих каких-то постах, в группе, на своей странице ВКонтакте. Поэтому, конечно, добро пожаловать на мою страницу ВКонтакте. Я с удовольствием добавляю всех адекватных людей и всех желающих узнать об автостопе, о путешествиях. В том числе, конечно же, пытаясь с этой целью, с образовательной целью, использовать канал свой, небольшой пока, на YouTube. И также пытаясь, кроме всего прочего, группу полезного путешествия раскручивать ВКонтакте. Благодаря, конечно же, единомышленникам. Это группа для всех желающих, и каждый может стать в этой народной группе, уникальная народная группа, может стать соучастником в хорошем смысле этого слова, может и писать, и фотографии свои размещать, разумеется, и посты делать, всевозможные, да, интересные, полезные видео. И люди могут находить друг друга в хорошем смысле, попутчиков, людей, которые могут помочь друг другу с ночлегом, с информацией. Таких групп, конечно же, немало, но моя группа, она наиболее из тех, которые я знаю, демократична. Поэтому добро пожаловать. Фамилия моя легко находимая, Виктор Аспидов. Буду рад, естественно, всем вам и в качестве друзей, и в качестве подписчиков в нашей группе, потому что она полезна, начиная от того, какая полезная информация там доступна, есть, да, которую может найти человек любой в интернете, так и специальные советы, лайфхаки, которые проверены на своем опыте личном. И очень важно следовать этим советам, и тогда у вас будет счастье об этих советах, и, конечно же, и о том, что я знаю, с удовольствием поговорю с вами сейчас. Виктор, скажи, пожалуйста, вот как поменялся твой внутренний мир? С чем ты пришел в автостоп, и вот что есть на нынешнее время? Как ты, не только как у газор изменился, а как твоя душа, вот ощущения, отношения с людьми, да? Вот у тебя же все-таки поменялось отношение к миру, в принципе, в целом. Прекрасный вопрос, Виля, очень-очень по душе мне. Действительно, это очень важно. Некоторые люди говорят, особенно скептики, циники, автостопом люди путешествуют, чтобы сэкономить. Да, экономия – это прекрасно, но для меня лично и для многих по-настоящему, с большой буквы «А» автостопщиков, это способ самореализации, развития, это способ раскрытия себя, своего внутреннего мира и нахождения некого баланса, состояния гармонии с окружающим миром. И как раз-таки я с этой целью и начал путешествовать. Конечно, не целенаправленно, вот зная, что все будет так, как получилось, а в поиске находясь. И путешествия – это, конечно же, и поиск самого себя, и поиск своего места в этом мире, и поиск своего занятия, своего призвания. Это поиск и нахождение, слава богу, нередко, особенно в случаях свободных путешествий, своего места под солнцем. Люди находят свою новую родину. И у меня, как ни крути, пока ситуация такова, что все-таки Россия является любимым домом, к которому я с удовольствием возвращаюсь. Хотя я полюбил много разных стран и продолжаю их любить. Мое сердце открыто для множества, множества стран. Это здорово, я считаю, что есть множество культур, казалось бы, разных, но при этом все культуры, они основаны на человеколюбии, на взаимопонимании и на том, что все мы, братья и сестры, и все мы должны помогать друг другу, независимо ни от каких различий. И автостоп, как никакой другой способ, он позволяет, способ путешествий позволяет прочувствовать это на себе. И, естественно, когда ты возвращаешься, получив всяческую помощь невероятную, такую помощь, которую ты даже от близких людей и на раз не получишь, ты, естественно, наполнен, одухотворен и хочешь помогать другим. Это очень хорошая эстафета добра. И когда я стал чувствовать это добро, которое меня окружает во всем мире, и я стал чувствовать себя как человек, который просто находится у себя в доме, в родном, только в другой комнате, находясь где-то в другой части света. И это ощущение общего дома и от того, что все родные, и это ощущение, что нет состоит большей части из прекрасных, хороших людей, оно, конечно же, заряжает оптимизмом, дарит ощущение счастья, дарит желание продолжать жить, творить, дает, скажем так, и духовную пищу, и толчок для того, чтобы созидать, для того, чтобы быть креативным и творческим, и не только творческим, а вообще в целом продуктивным человеком. Потому что когда я, например, лично, да, или кто-то другой на одном месте находится, хорошо, если у человека очень все хорошо с мироощущения, ему достаточно этого мира, в котором находится, и того уровня, на котором он сейчас находится. А мне, и много таких людей, как я, естественно, и автостопщики, в целом такие люди, не хватает вот этого ощущения просто развития, даже если ты пытаешься читать книги, пытаешься что-то делать, важно двигаться. И я говорю, что моя жизнь, она не в каком-то стационарном водоеме, в болоте, в пруду, а это бурная река. Пусть там будут какие-то неприятности, да, опасности, но она наполняется, вот такая жизнь в бурной реке, наполняется событиями, а для меня события такие, которые нельзя забыть, невозможно забыть, это события, которые являются квинтэссенцией жизни. Скажи, Виктор, какие, возможно, главные правила ты сформулировал во время всех этих многочисленных путешествий? Ведь не просто, наверное, садиться в машину к незнакомым людям, это все-таки нужно какой-то опыт иметь, да, и уметь себя правильно поставить в ситуациях. Вот какую тебе на этот счет? Да, хороший вопрос снова. Конечно, очень важно, путешествуя автостопом, соблюдать правила и быть, во-первых, человеком хорошим во всех смыслах, во-вторых, человеком, который должен отвечать не только за себя лично, а отвечать за всех автостопщиков. Потому что, если ты соблюдаешь правила определенные, являешься хорошим, примерным автостопщиком, то ты тем самым делаешь доброе дело для всех людей, в том числе для своих коллег. Если человека, которого подвезли, вдруг, вернее, человека, который подвез, вдруг автостопщик как-то обидел или просто вел себя хорошо, но в то же время плохо пах, то каким бы он хорошим ни был, желание остановиться у водителя снова вряд ли будет. Я помню, один из вас сидит, говорит, еду, такие сели, так смердит от них, ужасно. Два автостопщика, две девочки. Но, девочки, пожалуйста, мойтесь. Я активно и очень люблю учить людей, делиться знаниями на лекциях своих, которые я даю в самых разных городах с удовольствием и на эфирах. Радио, телевидение. И первое правило, чему я учу, помойтесь. Автостоп начинается с чистоты. Поверьте мне, чистота – залог успешного автостопа. Плюс чистить зубы стоит. Все важно, это очень важно. Даже когда я автостопом еду, и у меня, например, специально имидж оборванца, например, в Латинской Америке, у меня рваная рубашка. Это к вопросу о лайфхаках и к вопросу, которые вы мне задали. Получается, что я, с одной стороны, выгляжу достаточно бедно, чтобы меня грабить, что может быть нередким в больших городах Латинской Америки. А с другой стороны, да, и подаяния меня меньше просят, потому что некоторые попрошайки очень наглые. И получается, что это некая система защиты, некая противоугонная система, да, в смысле ценных вещей. И в то же время вещи у меня чистые, что важно, не пахнут плохо. Но, конечно, когда ты в жаркой стране, едешь долго, и иногда сложно найти каждый день душ. Хотя я стараюсь, да. Но есть разные выходы из ситуации. Какие-то водоемы, тем более, если жарко, да. Я недавно узнал от очень интересного рассказчика на трезвом сходе Академии Вольных Путешествий. Очень интересная Академия, очень интересные люди там. Во главе с Антоном Кротовым, основателем, одним из главных, бывший президент Академии Вольных Путешествий, где многое тоже полезного можно узнать. Советую вам всем желающим погуглить эту организацию, сообщество, вернее, путешественников. Мой знакомый, этот рассказчик, который путешествовал за 9 дней доехал до Бангкока автостопом. Конечно же, там не до комфорта было, и он обходился пол-литровой бутылкой воды, чтобы принять душ. И при этом никогда не было проблем у него с гигиеной. То есть, всегда можно находить выход, даже вот в таких ситуациях, когда нет возможности освежить тело, помыться можно использовать какие-то ухищрения, простейшие изобретения, как пол-литра воды в бутылке пластиковой, с собой, которую ты можешь набрать, естественно, в самых разных местах, на заправках. Но, если говорить о моем способе путешествий, я путешествую по-разному. Иногда расслабленно, но в конце, особенно поездки какой-то большой, когда нужно, например, в Америках, я путешествовал в Латинской, много в Южной, и в Штатах, в Северной, нужно успеть на самолет, я спешу. И, конечно же, в таких случаях сложно иногда найти место, ночлега, которое, в принципе, по жизни легко находится в путешествиях, потому что действует система каучсерфинг, это сайт Клуб Гостеприимства, один из многих, но самый раскрученный, самый действующий, самый действенный. Он, этот сайт, позволяет находить легко людей, у которых можно остановиться по всему свету, и есть вот у нас в России группы ВКонтакте, в том числе и моя группа, Фотостоп, Попучик, Путешествия, Тревел, бла-бла-бла, очень длинное название, в таких группах тоже находить легко можно людей, и, естественно, у этих людей, у всех все-таки, да, люди эти не в пещерах живут, а есть, как у нас, всех нормальных людей, душ, ванна, и все возможности для того, чтобы быть чистым, быть опрятным, а когда в палатках мы ночуем, да, можно иногда ночевать в палатке один-другой день, но тоже, опять-таки, есть водоемы, и есть возможности, и на заправках, в худшем случае, можно помыться, но важный момент, что автостоп, это можно сказать, как и любое другое явление, для людей, которые вне автостопа, вне этого явления, имеют очень много стереотипов, автостоп, это некомфортно, автостоп, это медленно, автостоп, это может быть, просто использование людей в своих целях, да, автостоп, это халява, автостоп, это бездельники, автостоп, это какие-то бомжи, автостоп, это люди без цели, это неудачники, и много других стереотипов, я же в своих лекциях, и с удовольствием могу и сейчас, по возможности, поделиться своими знаниями, естественно, темой изнутри, и опровергнуть все эти стереотипы, во-первых, автостоп, это быстро, автостопом можно перемещаться, нередко, зачастую, гораздо быстрее, чем общественным транспортом, например, я на родной Кавказ, Тавропольский край свой, из Москвы доезжаю за 20 часов, рекорд 23, 25, 26 часов, в то время как автостопом 33, 34 часа едешь, пардон, на поезде, 33, 34 часа едешь на поезде, и автостопом едешь 20 часов, или 20 с лишним, разница есть, конечно, гораздо интереснее, потом, автостоп, это наука, наука и автостоп, это явление, благодаря которому ты узнаешь очень много, клади знаний, например, когда ты едешь автостопом, ты сталкиваешься с самыми разными, интересными, или очень интересными людьми, не говоря уже о том, что останавливаются либо хорошие, либо очень хорошие люди, а это фильтрация, а остальные проезжают вима, и с такими людьми приятно, интересно общаться, ты сам можешь много рассказать, вот я, например, уже широкий кругозор, естественно, богатый жизненный опыт, могу говорить на самые разные темы, но самое приятное, самое интересное, когда я еду автостоп, оно, конечно, когда словоохотливый, интересный рассказчик, водитель, и у него какие-то истории жизненные, он может рассказывать и о местности, по которой ты едешь, или вообще о том, что он знает, где он был, и о каких-то узкоспециализированных темах, например, сахарозаводчик, рассказывал мне очень много интересного о сахаре, или человек, который своими руками сделал самолет, рассказывал об этом, или какие-то просто жизненные истории, мелодрамы, или из лихих 90-х, как водители были бандитами, и как они в 90-е самыми разными делами промышляли, как об этом рассказывали, или о войне в Чечне, узнаешь очень много и печальных фактов, о коррупции, о том, как творятся дела, какие-то истории, то есть, это информация, как правило, из первоисточника. Потом, автостоп, это, естественно, путешествие с целью, скажем так, и расширить кругозор, и познать себя, и ты находишь, как я уже и ранее сказал, находишь себя в этом мире, и ты начинаешь что-то делать. Путешествия, они помогают тебе потом продуктивно работать. Поэтому, в моем, например, случае, конечно, автостопчики все разные, это тоже нельзя забывать. Но, когда я возвращаюсь в путешествие, я хочу еще больше что-то делать. Я, естественно, и даже какие-то рутинные, бытовые дела делаю с удовольствием. То, что, может быть, не доставило мне удовольствие, если бы я просто делал их никуда не уезжая. Второй момент. Занимался коммерцией, работал специалистом по ароматам, в доме Шанель в России, учился в школе парфюмеров в Версале, был в лаборатории Шанель. Даже на могилу Шанеля автостопом попал в Швейцарии с полицией, которая на дороге взяла, потому что нарушались правила, так как мы оказались на дороге, водитель нас высадил там. Но, тем не менее, показал адрес кладбища, сказал, я в Шанель работаю, отвезите, пожалуйста. И отвезли. И в Шанель я попал благодаря автостопу, потому что, когда я работал на проекте с Шанель, который был несколько лет назад, короткий, им очень понравилось, как я работал. Я работал с людьми. Прошел кастинг на проект, и в том числе, мне помогло то, что я уже знал хорошо английский язык, который я узнал благодаря автостопу, потому что я учил его в школе, в университете, в колледже, но я толком не говорил по-английски. Только I have a dog, I have a cat, my name is Victor, nice to meet you. Это максимум. И очень криво. А потом, естественно, знания улучшились гораздо, потому что стимул появился, и я упражнения самостоятельно делал по грамматике, и общался, и благодаря сайту Коучсорфинг, и приема гостей у себя, и путешествия, все это очень хорошо влияет, без всяких репетиторов, максимально эффективно. Если хочешь научиться плавать, нужно прыгнуть в воду, тогда ты научишься. А если ты будешь читать книги о том, как грести, то это немножко все-таки усложнит задачу. Поэтому, конечно, всем советую, если вы хотите изучить языки, если вы хотите быстро путешествовать, да, иногда путешествия автостопом и нередко может быть чуть дольше, чем путешествия на поезде или автобусом, но нередко и быстрее, и второй момент, конечно, удовольствие. Например, рыбалка. Человек пошел на рыбалку, процесс нравится. Я люблю рыбалку. А можно сходить, господи, в этот магазин, купить рыбу и прийти с этой рыбой домой, и результат есть, может быть, даже больше, чем если бы ты наловил. Но в то же время никакого удовольствия, процесса нет. Также и можно говорить о путешествии автостопом. Это процесс. Цель достижения какого-то места. Я начинал с лагерей и прошел 10 лагерей. Человек лагерный. Лагеря, где я работал за ночлег и еду, но не концентрационные, слава богу. И получается, что они меня, конечно, и лагеря, и сайт гостеприимства, и автостоп очень многому научили. И получается, что и английский я узнал, и кругозор расширился, и благодаря этому хорошую работу получил. И потом раскрыл себя, что там говорить. Когда я начинал путешествовать, у меня очень много неуверенности в себе было. И я гораздо больше стал себя уважать, что я могу проехать автостопом всю Европу. Что я могу проехать сначала в теплое время суток, пардон, года. Но самое позднее, в октябре я возвращался. А потом я начал путешествовать круглый год. Я понял, что нет проблемы, все проблемы они внутри. Что нужно больше доверять Вселенной. Я гораздо больше стал доверять себе, людям и Вселенной. Я знаю сейчас, выйду я на дорогу в любой точке мира, в любое время суток, в любое время года, что со мной все будет хорошо. Что та машина либо выехала, которая меня заберет, либо чуть позже выйдет. И, естественно, те люди, которые останавливаются, они либо подвезут, либо в гости пригласят, плюс, либо в какой-то ресторан, кафе поделятся тем, что у них есть. Я по возможности, конечно, не обладаю какими-то сверхресурсами, но если у меня есть какая-то еда, если у меня какие-то предметы с собой, которые могут быть полезны этому водителю, человеку, я с удовольствием поделюсь. И, конечно, когда человек тебе что-то делает, ну, естественно, речь идет о каких-то адекватных действиях, ты должен их принимать. Потому что очень часто бывает так, что у меня были случаи, примеры, когда я откатывался, и это обижает людей. Принимаешь то, что тебе дает вселенная, то, что дают люди с благодарностью, не нарушаешь этот круговорот добра. Потом, когда у тебя малейшая возможность есть, ты делишься чем можешь, помогаешь как можешь. Тем же самым водителям нередко, естественно, нужно, чтобы ты и общался с ними, развлекал, но никто не берет тебя в качестве какого-то аниматора, ты должен там перед ними плясать. Это все на уровне человеческих отношений. Это все на уровне взаимного желания, да, и взаимного стремления, когда ты хочешь, ты общаешься, ты чувствуешь, ты видишь, водитель общается с тобой, он хочет, он отвечает, ты понимаешь по реакции. И также ты в ответ, если ты сам чувствуешь желание, ты общаешься. Если ты устал, никто тебя не будет заставлять говорить, нередко видят, что ты засыпаешь, или уставший, или не хочешь говорить, они, естественно, спокойно реагируют, ты можешь даже у дальнобойщиков или в любой другой машине разложить кресло и поспать, потому что там иногда бывает так, что ты едешь там сутки, я, например, на Кавказ часто езжу за сутки, доезжаю, чтобы нигде не останавливаться, и сплю в машинах. Получается, что быстрее, чем на своей машине ты едешь, не нужно время на ночлег, ты с водителем общаешься, заряд позитива, не даешь ему заснуть, он тоже иногда должен ехать, куда-то спешит, ему важно не заснуть, ты помогаешь просто даже спасти жизнь. Плюс какие-то технические вопросы, например, в Грузии на подъеме к перевалу Казбеги, мы поднимали, я поднимал водителю кабину, он там менял насос, там проблемы были с бензобаком, тевали цепи на колеса, чтобы фура не упала в пропасть, в Гондурайсе, например, колеса закидывали, но это единичные случаи, их немало было разных, конечно, ты, когда путешествуешь автостопом, гораздо больше помощи получаешь, чем отдаешь, но чем можешь, с удовольствием, тем и отдаешь, а когда сам можешь помочь больше, пожалуйста, я, например, принципиально не хочу водить в Москве, хотя стремление некое есть, да, и машины привлекают, как любого практически, да, мужчину, но в то же время я понимаю, что в Москве, например, это проблема, все-таки ездить так легко, да, постоянно особенно, и мне нет смысла, а вот, например, принимай гостей, пожалуйста, с удовольствием, я люблю принимать гостей, например, сейчас, к сожалению, сложности определенные, не могу принимать, но периодами, пожалуйста, особенно раньше, но около полу тысячи человек удалось принять со всех концов света, это не просто, скажем так, желание отдать должное, а это искреннее желание общаться с людьми, потому что путешествие получается, не выходя из дома, когда приезжают иностранцы, и когда просто даже люди из других городов России приезжают, и ты узнаешь очень много интересного, практика языкового общения, благодаря путешествиям, и вот, опять-таки, гостям, я и не только английский, но и испанский знаю, разговорный, хорошо достаточно, чтобы общаться, и другие языки понемногу, и когда путешествуешь, стимул учить языки, он, естественно, большой, а когда ты вернулся, вроде бы как, желание меньше, да, учить языки, потому что уходит это ощущение дороги, но, благодаря тому, что возвращаются, приезжают люди, ты с ними общаешься, на каких-то местных словах они удивляются, что ты знаешь язык, например, турки очень обожают, когда ты что-то скажешь, можешь сказать по-турецки, ну, как и любой, я думаю, другой человек, любого другой, любой другой страны, разве что, каких-то, например, англоязычных, да, понятное дело, полмира говорит на английском, а тут турецкий, о, ты знаешь турецкий, а я помню, как мы учили турецкий после волонтерского лагеря автостопом путешествую с англичанином, там были очень веселые фразы для детей от семи до двенадцати лет, разговорник был наш уровень, там были фразы, например, я только что убил шерифа, очень важная фраза, на каждый день ребенку, да, или ты эту фразу можешь использовать автостопом, едешь, здравствуйте, я только что убил шерифа, можете подбросить меня, а можно побыстрее, там полиция на хвосте, или фраза, парашют пилота не раскрылся, ну, с одной стороны, смешные, дурацкие фразы, а с другой стороны, это было стимулом учить эти фразы, когда ты можешь что-то сказать, на местном языке, особенно смешное, нелепое, это очень веселит, например, я запомнил, действительно, важные фразы, очай ой намаз, на турецком, голодный медведь не может играть, емек болдун е, даяк болдун кач, бьют беги, кормят ешь, ну, я, правда, неправильно построил фразу, дают бери, бьют беги, емек болдун е, даяк болдун кач, или, мутл лук, парадандаха у нем блюдир, счастье дороже денег, вот это самая философская фраза, один из лайфхаков, который я всем хочу дать, в путешествии, то, что я сам спонтанно выяснил, изобрел, это брать местное имя, всем советую, когда вы путешествуете в экзотической стране, где ваше имя экзотично, в Азии, например, то берете имя, которое вам нравится, проводите тендер, некий, с местными жителями, с теми жителями, которые могут вас понимать и могут дать вам имя, например, в Узбекистане я стал после отбора тщательно имен Йоль Чебою, Йоль Чебой, это мальчик, который родился в дороге, мне интересна и близка тема естественного путешествия, поэтому пытаюсь выяснять, какие есть имена, связанные с этой темой, например, в Казахстане Жол Муруза, господин дороги, или в Турции, но в Турции, когда я был волонтером, я работал художником, заночили к виду в волонтерском лагере для инвалидов, вот как раз с этим англичанином в том числе, и там мне лидер лагеря, художник из Стамбула дал имя Вюзгар, Ветер, потому что я постоянно где-то носила, только не на рабочем месте, или потом просто трансформировалось еще второе имя, Турцию очень люблю, одна из моих любимых стран, как и масса других, в том числе, кстати, и Украина, и Штаты даже, США, и Истландия, со своими аспектами, и Таиланд, если об этом говорить, а получается я стал Зафером, даже сначала Музафером в Турции по имени, потому что я Виктор, победитель, в первой с латыни, а это Музафер, имя оказалось древнее, как выяснилось, это что-то вроде как Александр Великий, победитель, то есть очень пафосно, потом сказать, нет, проще, Зафер, не Музафер, в общем, это весело, потому что люди реагируют на фамилии, пардон, на имя, очень весело, например, я пошутил, знакомясь с ребятами в Марокко, они закрываются со мной, Мехмед, Али, а я, Мухаммед, и все, они меня стали называть Мухаммедом, все смеялись, и запомнили, потому что, естественно, это сближает, это позволяет, прием местное имя, людям легко запомнить имя ваше, и позволяет, естественно, быть своим, более своим, и в то же время веселит, и контакт лучше. Спасибо. Спасибо. Скажи, все-таки, ты рассказываешь о всех прелестях автостопа, но, по факту, расскажи, все-таки сложности не бывают, если бывают, расскажи, какие? Сложности бывают, и, как мне некоторые говорят, ты ничем не обеспечен, вернее, не застрахован от проблем, никакой гарантии нет, но, извините, даже отдых по туру, это отдых, в котором много проблем, и ограбить могут, и заболеть ты можешь, и отравиться можешь, и многое другое. А автостоп, это, как бы это ни звучало, для многих людей, далеких от автостопа, это очень безопасно, это даже, зачастую, гораздо более безопасно, чем путешествие не автостопом, потому что ты, когда едешь автостопом, попадаешь в машины, к хорошим, либо к очень хорошим людям, и они о тебе заботятся, оберегают, они говорят, здесь, например, не ешь, или туда не ходи, то не покупай, или наоборот, как правило, все-таки позитивная рекомендация, да, иди туда, там самые дешевые, самые вкусные, например, гамбургеры, или едь туда, там самые красивые, например, пляжи, и получается, что ты из первоисточника узнаешь от людей, которые не куплены туркомпаниями, которые не продают, не впаривают тебе гадости какие-то, да, которые стоят в три дорого, а эти люди искренне хотят, чтобы твое путешествие было интересным, максимально, и при этом ты не потратил какие-то лишние деньги, переплачивая за что-то, какое-то некачественное, не то, что ты покупаешь, да, или еду, или сервис, и важный момент, да, вот сложно мне, говоря о сложностях, как бы это автологично не звучало, говорить о сложностях в автоступе, но, наверное, сложности связаны с неподготовленностью человека, если, например, ты едешь в холодное время года, ты можешь замерзать при условии, что ты плохо оден, просто всегда нужно одеваться тепло, а когда даже холодно, когда у тебя теплая одежда, представим, может быть такое, идти можно, именно, бежать даже, получается, что ты на ходу ловишь машины, когда я еду автостопом, и я так и делаю, позже, если интересно, могу об этом рассказать, да, о полезности, о полезных советах, а когда, например, дождь идет, естественно, тоже нужно специальную одежду иметь, если ты промокаешь, вот для меня, и как, я думаю, многих автостопщиков, враг, это дождь, потому что, если холодно, и дождь идет, и у тебя одежда очень приспособлена, даже если приспособлена, все-таки, дождь может быть сильно, то ты можешь промокнуть насквозь, можешь заболеть, вот, но если ты соблюдаешь эти правила, даже если ты попал под дождь, все-таки, одежда, подготовленность, и иногда можешь ждать долго, но ожидания, я опять-таки, минус, казалось бы, да, потеря времени, ты, я лично, да, превращаю в плюс, я слушаю аудиокниги, я закачиваю приложение, слушаю языки, ем, что-то, жую, если настроение не очень хорошее, у кого-то, да, бывает так, что ты долго стешь на дороге, но такое очень редко бывает, как правило, самое долгое, ты час-два можешь быть на дороге, до ждания машины, такое крайне редко бывает, зависит, конечно, от региона, страны, от места, можно есть семечки, например, или какие-то вкусности, получается, что ты не теряешь время, ты просвещаешься, то же самое ты мог бы делать и дома, и также можно говорить про то, когда ты в салоне находишься, иногда водители могут быть не очень интересными, собеседниками, это не значит, что ты должен всю дорогу с ними общаться, и они сами этого не хотят, ты слушаешь, опять-таки, те же самые аудиокниги, уроки, аудиоуроки делаешь какие-то другие, можешь дела делать, имея интернет, мобильный, можешь организовать путешествие на ходу, благодаря новым технологиям, одним словом, сложностей бывает и немало в путешествии, но это как в любом другом путешествии, а в автостопе получается, что ты иногда из-за того, что очень много свободы, бывает сложно сделать тебе выбор, еще одна сложная, то есть имеется в виду выбор, куда поехать, например, тебе предлагают, ты едешь в одно место, хочешь именно туда, а вот, например, как в Батемале, мне говорят, ребята, которые подвозят, я еду на Тикаль посмотреть, это комплекс храмовый в джунглях, Майя, очень красивый город, древний город в джунглях, и национальный парк, джунгли, и древний город, и в то же время они предлагают поехать на Радео, я понимаю, что на международное Радео я никогда в жизни не попаду больше, хорошо, я поеду на эти храмовые комплексы, на этот город Майя смотреть, но чуть позже, а иногда, конечно, из-за того, что ограниченное путешествие, авиабилетами, отпуском, сложно вместить все, и ты уезжаешь расстроенный, что ты не все увидел, это одна из сложностей, а еще одна из сложностей, ты и полнеешь, можете посмотреть на меня, до путешествия в автостоп, у меня был более стройный, вот, а когда ты сидишь дома, ты можешь есть тоже, но когда ты путешествуешь, хорошо ты активно двигаешься, но даже при активном движении, что полезно, ты все равно набираешь, потому что очень много вкусной еды, зачастую невероятно вкусной, которая тебя закармливает, которая, как правило, идет тебе сама в руки, в рот, как пельмени, да, в сказке, у Гоголя, по-моему, да, залетали вареники, вот в автостопе, в путешествиях эта проблема тоже есть. Виктор, скажи, пожалуйста, бывает в окончании, какие ты можешь советы дать людям, начинающим автостопщикам, которые хотят все-таки вкусить этот образ жизни, такими пользоваться, руководствоваться, правильно ли? Дело в том, что самое ценное в нашей жизни время. Если, конечно, ты хочешь что-то сделать, нужно это сделать, и сделать, не откладывая в долгий ящик. Могу сказать сразу, автостоп, это не значит, что нужно быть безработным, иметь очень много времени. Можно легко поехать автостопом в самой автостопной стране, если не в самой, то в одной из самых автостопных стран мира мы живем, в России, где очень легко путешествуют автостопом. У вас нет рискового барьера. Вы можете поехать автостопом, если вы в Москве живете, если вы в другом городе живете, прямо в своем городе, и поехать из города куда-то на выходные, даже на один день. Даже поймать машину, но не иногда, как вот, например, это водится в городах больших, особенно в Москве, за деньги, а использовать мозг, а не деньги. Автостоп, это использование мозга, интеллекта вместо денег. Для меня, конечно же, деньги имеют некое значение, но это некие костыли. Постарайтесь избавиться от этих костылей. На тренингах успешных людей, бизнес-тренингах и тому подобных, нередко дают задания, сделать что-то, выходя из зоны комфорта, из зоны комфорта. Например, в супермаркете заполучить что-то, не прибегая к деньгам, то есть не потратить деньги. И нужно изобретательность, находчивость использовать. Автостоп это развивает, поэтому изобретательность и находчивость, которые в каждом человеке в той или иной мере есть, можно развивать, и автостоп позволит это развить. Когда вы уходите на дорогу, думайте, что остановится либо хороший, либо очень хороший человек, и с этим человеком вам будет хорошо. Очень важно в жизни мы получаем вещи, то, чего мы страшно боимся, или то, чего мы страстно хотим. Я предпочитаю хотеть. Хотите, и это вы получите. И когда вы едете с человеком, который вас подвозит, естественно, начинается с того, что он вас видит, вы его видите, контакт начинается уже на расстоянии. Вы помылись, о чем я говорил уже, да, вы хорошо выглядите, ярко желательно, в яркой одежде, в светлое время суток, естественно, простая одежда, а в темное время суток находите фонари, желательно, по возможности, светлое место, где замедляется движение в любое время суток, конечно, желательно, да, чтобы вас видели, чтобы скорость машины была меньше, и светоотражатели, самые разные, есть сопы, есть браслеты даже светящиеся, есть куртки гастербайтеров, жилетки, в худшем случае, есть разные реакции, разные методики, например, спортивный автостоп, там это используют комбезы, иногда водители, которые меня подвозили, говорят, странно ты выглядишь, почему ты не светишься весь, вот я подвозил, весь светился, думал, вообще, НЛО, вот, ну, я вылежу как землянин, обычно, иногда в мелетких гастербайтерах, пардон, в темное время суток, слегка свечусь, иногда как гаиши, только без палки, но это привлекает внимание, это важно, это здорово, и рюкзаки, всем советую, конечно, с собой брать рюкзаки, комфортно, удобно, одеваться, обуваться, потому что это спорт некий, и полезно очень, и иногда вот влияет то, что ты, например, с рюкзаком, люди больше доверяют, например, в Аризоне девушка для меня так и остановилась, увидев, что у меня рюкзак, ставить его перед собой, рюкзак желательно яркий, пусть он, если вы недалеко идите, будет полупустой, но желательно, чтобы он был не совсем маленький, но не совсем большой, иногда и маленьким достаточно ограничиться, объем советую от 10 до 60 литров, и важно носить рюкзак, очень удобно, пристегивая к поясу, ведь автостоп, он должен развивать и способствовать здоровью, а большие баулы со множеством лишних вещей советую не брать, берите максимально мало вещей, потому что все, что нужно, потом, то, что, казалось бы, не достает нам, все дается веной через людей, и не надо при этом быть богатым человеком, все покупать, а просто нужно верить и двигаться вперед. Автостоп победит зло, однозначно, и всем очень советую, конечно же, если есть вопросы, потому что это короткий эфир, то всем очень советую, смело находите меня в ВКонтакте, в сетях, особенно ВКонтакте, Виктор Распидов, подписывайтесь на мой канал, там масса полезных лекций, недостающие знания, вы можете легко компенсировать в моей группе о путешествиях, и задавайте смело мне вопрос, буду рад ответить, заранее прошу прощения за иногда скорость ответов, смело задавайте их второй, третий, десятый раз иногда. Одним словом, встретимся в сетях, и встретимся на дорогах, и самое, самое интригующее, я репетитор по автостопу, и если у вас огромное желание, но все-таки огромные страхи, несмотря на массу ценной, полезной информации, смело пишите мне, возможно, мы вместе поедем автостопом, я, увы, ограничен во времени, но можно и из Москвы поехать, и по Москве поехать, и я путешествую по России, не только, могу приехать в ваш город, и мы можем поехать автостопом от дня двух до большего времени в пределах вашего региона и дальше. Поехали! Ну все, всем всего доброго, до свидания! Народное славянское радио для пытливых умов и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!